Несколько лет назад это видео покорило интернет. Орел в туалете это, конечно, забавно, а вот туалеты в Орле совсем нет. Горожане говорят, отхожих мест в областном центре катастрофически не хватает. Мы обычно заходим в кафе и там есть туалет. Ты выходишь в парк гулять. Куда ходить? Там вообще нету ни одного. Бесплатный, конечно, можно было, но вряд ли в нашем сейчас времени. Ну хотя бы 10 рублей, я не знаю, как это минимальная цена. Ну несколько штук, но это же у нас-то город, наверное, не совсем маленький. Что 2-3 вы поставили, всем хватило. Сторожилы рассказывают, что несколько десятков лет назад туалетов в городе было значительно больше. В рядах обязательно был туалет. Там в рядах в другой стране общественные. Был туалет общественный на рынке, на центральном. Ну сейчас я не знаю, это все. Люди знали, где можно, куда сходить. А сейчас единственное, только просишь, заходишь в кафе. Активистка Виталия Румянцева затронула тему нехватки общественных туалетов. Она отправила соответствующий запрос в городскую администрацию. Ответ был краткий. Это 4 общественных уборных и несколько, чуть около 20 санустановок. Я так понимаю, решаться ситуации не будет, так как в ответе, черному по белому было сказано, финансирование не предусмотрено. Вместе с Виталией мы наведались по одному из адресов. По мнению мэрии, на территории заброшенного дома на Пушкарной должен быть туалет. Он и правда есть, но пробраться к заветным буквам М и Ж нужно сквозь джунгли. Очевидно, что уборная не эксплуатировалась несколько лет. Как позже объяснили в городской администрации, всего на балансе числится 9 общественных туалетов. Те, которые находятся в оперативном управлении УКХ, обслуживаются за счет следствия бюджета города. Тот, который в городском парке в Казме числится у нас как само здание, старый общественный туалет, оно не функционирует. Но там установлены, находятся в оперативном управлении горпарка, два биотуалета и два модульных туалета. Один из которых автономный с двумя кабинами. Народная тропа к отхожим местам давно заросла. Кабинка за бывшим кинотеатром Родина не работает. А в городском парке есть платный туалет. Однако отдавать 15 рублей готовы не все. Если в центре можно посетить уборную в кафе, то на окраинах города с этим куда сложнее. На площади Содружества в районе Прокуровки всегда многолюдно, но даже биотуалета поблизости нет. А тем временем справление нужды в общественном месте попадает под статью «Мелкое хулиганство» и карается штрафом от 500 до 1000 рублей. Юлия Сабельникова, Кирилл Иванов, телеканал Первый областной.